Память о подвиге советского человека, солдата, добывшего победу, отдавшего жизнь за родину, останется в сердце каждого. Это то, что передается из поколения в поколение. С момента начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошло уже 80 лет. В каждом уголке нашей родины отметили эту дату. Так жители Байбаков собрались в этот день у мемориалов своей деревни. На памятнике увековечены имена 25 жителей деревни Байбаки. 11 из них пропали без вести или погибли как раз в декабре 1941 года, сражаясь с немецкими захватчиками за столицу. Жительница Байбаков, учитель высшей категории Нина Константиновна Тарасевич признается, для нее крайне важно, чтобы молодое поколение знало историю своей страны и малой родины, помнила имена земляков, увековеченные на мемориале в деревне. Те имена, которые здесь перечислены, мы эти имена находили. И книга номер два по Московской области – это книга памяти. Поэтому вот это место для нас, оно святое. Я хочу только одного – чтобы вот эта память, она осталась в сердцах не только пожилых людей, но и подрастающего поколения. Чтобы почтить память отдавших жизни в бою, вспомнить о тех, кто ценой неимоверных усилий смог остановить врага, многие жители Байбаков в этот день собрались у памятника целыми семьями. Память тех героев, которые сложили голову за наше сегодняшнее с вами существование. И основная задача, конечно, таких мероприятий – это вовлечение молодежи, чтобы не переписывали историю, чтобы, соответственно, люди интересовались, молодые люди, чтобы передавали всю вот эту память, да, передавали из поколения в поколение, чтобы, соответственно, никогда больше такой войны не повторилось. Юнормейцы, местные жители и гости Байбаков почтили память невернувшихся с поля боя минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Многие потом остались, чтобы вспомнить о родных героях, дедах и прадедах, поделиться друг с другом рассказами о судьбах людей, познавших войну. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.